Мы с вами продолжаем наше путешествие по трём с половиной векам великой европейской музыки. Мы начинали до Баха, потом Бах, барочная музыка. Мы пришли к венской классике, мы пришли к романтикам. Мы говорили о Шубарте, о Мендельсоне, наконец, о Никола Паганини. И было три программы Шубарта, три Мендельсона и три Паганиниевских программы. Но сейчас я сделаю исключение и дам четвёртую программу о Никола Паганини. Почему? Чьём он заслужил? В отличие от Шубарта, который, ну, кажется, для всех любителей музыки, и профессионалов, и специалистов, это божество, это вообще прямой разговор со вселенной, с космосом, это мост между классиками и романтиками. То есть Шубарт – это целое явление, и вдруг Паганини, скрипач, романтик, безумец, чревовещатель, шут, шоумен, человек, вся жизнь которого тайна, загадка, сказка окружена мифами всевозможными и так далее, и так далее. Почему четвёртая программа ему? Не лучше ли поговорить о трёх ша после Шубарта? Шопен, шумен. Вы знаете, мы говорили много и о Шопене, и о Шумене, и говорить можно ещё много, и мы ещё не раз поговорим о них, и о месте Шумена в мировой музыке, в музыке Европы, в невероятном месте, и, конечно же, о Шопене. Но Паганини заслуживает особого внимания, независимо от того, сколько поклонников у него в мире. Ну, начнём с того, что когда-то Джаки Нарасини сказал, это наше счастье, сеньоры, что сеньор Паганини так любит свою скрипку и не пишет опер, иначе нам никто не дал бы ломаного гроша за нашу оперную музыку. Почему? Ну, потому что Паганини – это не композитор просто, не просто романтик, это столбовая фигура, поворотная фигура в развитии всей европейской музыкальной культуры. Мы часто говорим о том, что романтизм появился как реакция сердца на проигрыш, поражение мозга, то есть реакция эмоций на поражение разума, потому что все венские классики построены на том, что они читали Вольтера, Дидро, Руссо, а эти сказали, что нужно при помощи разума защитить мир, спасти мир. И вот в связи с этим произошла Великая Французская революция, мир не спасли, Людовик Новый появился, Нафтолинины, Камзолы опять моль сбросили, опять надеяли, и опять реставрация, и опять всё сначала. Вот как в Советском Союзе исторически, да, 17-й год, революционные рабочие, матросы, солдаты, казаки и все прочие, разруха, убийство, уничтожение, гулаг, ссылки и всё прочее, и вдруг НЭП. Нате вам, пожалуйста, торгуйте, кто больше заработает, тем лучше. Ну, люди не знали, что это временное вступление Коммунистической партии, временное. Так вот, то же самое случилось и тогда. Тогда это было временное наступление Французской революции, а потом всё вернулось в своё русло, и разум проиграл, да. Абсолютно проиграл по всем статьям. Вольтер, Дидро, Руссо, безбожники, люди, которые не верили в сердце, в чувства, хотя, наверное, лицемерили, обманывали. Нет, они проиграли. Что же, чему верить сердцу? Вот и появились-то те, кого мы называем романтиками. Ведь не случайно Шуман сказал, уловив главную мысль эпохи, переломной эпохи, «Разум ошибается, чувство никогда». И это сказал Шуман, влюблённый в бетховенские структуры. Бетховен дал космические структуры. Он антик, мы об этом говорили. И Шуман понимал, кто такой Бетховен. Но разочарование в разуме было так велико, что Шуман сказал, «Разум ошибается, сердце никогда». На самом деле, переход к романтизму был трагическим моментом в истории европейской культуры, друзья мои. Да-да-да. Почему? Потому что, вспомните, античный мир, вера в золотой век, эпоха Перикла. Вспомните эти потрясающие платоновские академии. Роль философов, Сократ, Платон, Аристотель, спор школ. Вот она, афинская школа Рафаэля, когда весь мир представлен философами, идеями, красотой, гармонией, совершенством. И вдруг потом эпоха Возрождения, когда церковь начала слишком юродствовать, когда всякая мысль каралась костром, когда по всей Европе горели костры и жгли и мыслящих, и красивых женщин. Вот походите по Испании, не в обиду им будет сказано, и попробуйте найти сегодня Кармен. Куда они делись, все эти красавицы? Сожгли, сожгла церковь, потому что, когда священник видел женщину, и она ему нравилась, и он не мог ей обладать, то пусть ею обладает огонь. И это было повсеместно, это был не одиночный случай, ни два, ни пять красивых, особенно весящих до 50 килограммов. Сожгли. Если вы рыжая, если вы весите меньше, чем 50 килограммов, значит, вы можете взлететь на метле. И это значит, что вы кандидат на огонь, на костер. Это было совершенно серьезно, абсолютно официально. 51 вы спасены. Итак, тонких, стройных, особенно рожеволосых женщин сжигали на кострах. В общем, юродствовали, действовали, бесились, безумели. Было много чудесного, как всегда, в искусстве. Великое пение, великая музыка, великие мистерии, великие картины, иконы. Все это было, искусство оно всегда спасало, выручало, оно всегда защищало. Но эпоха Возрождения появилась, как попытка спасти человечество от мракобесия, как попытка вывести человека вверх, вперед, открыть его значимость. Появляется святой Себастьян, как выражение мощи человеческой, он весь в стрелах, весь пронзен, весь окровавлен, а глаза спокойные, мужчина красивый, смотрит на мир, как будто бы он рассуждает опять о Сократе, о Платоне, об Аристотеле, хотя весь проткнут стрелами, это не случайно. Человек непобедим, когда он в Возрождении, когда он Ренессансный, когда он верит в себя, в человека, в человечество, и так далее, и так далее. И вот практически, когда появилась эпоха разума и классики, это было опять Возрождение, это была опять вера в то, что человека можно спасти. А дальше? А дальше вот что. А дальше революция, повторяю. Колоссальное разочарование гетокомбы жертв. И что дальше? Ничего. И появляется романтизм, вера в сердце. Я заберу тебя отсюда. Я увезу тебя туда, где жизнь, где звезда, где красота, где сказка, где гармония, где любовь. Это одна версия. Так случился романтизм. А вторая, конечно, это появление личности. Личности Паганини. И сейчас, прежде чем еще раз услышать Паганини сегодня, я прочту вам одно стихотворение Бориса Леонидовича Пастернака. Я считаю, что это одно из самых глубоких по мысли стихотворений русской поэзии. Начинается оно так безобидно, беззлобно, спокойно. Вот в природе изменения произошло перемена погоды, но заканчивается это одно из величайших философских идей, очень важных и для сегодняшнего понимания законов развития истории. Вот Пастернак. Все живо переменную погоды Дождь заливает кровель жалоба, Но все светлее небо переходы И вы из-за черной тучи и голуба. Рука художника еще всесильней, Со всех вещей смывает грязь и пыль, Преображенней из его красильни Выходит жизнь, действительность и быль. Воспоминания о полувеке, Пронесшейся грозой уходят спять, Столетие вышло из его опеки, Пора дорогу будущему дать. И вот они, четыре строчки, Самые главные строчки, Которые каждый нормальный мыслящий человек Должен на память знать и ходить с ними, И радоваться тому, что они есть, И тому, что они правда. Вот они. Не потрясения и перевороты Для новой жизни очищают путь, А откровения, бури и щедроты Души воспламененной чьей-нибудь. Вот. Вот. Вы знаете, Поэты знают истину. Верить нужно не политикам, Не религиям, А поэтам. Они контактируют напрямую с Богом, Без посредников. Это уже было не раз в истории. Я сейчас маленький экскурс проведу, да? Чуть-чуть, когда поэты пишут диссертации. Пушкин. О, сколько нам открытий чудных, Готовит просвещение дух, И опыт шцин ошибок трудных, И гений, Парадоксов друг, И случай бог-изобретатель. Дальше Пушкин не заканчивает, Потому что это не стихотворение, Это четыре докторских диссертации. Вот и все. Он понимает, что он написал. Он, только он понимает, Еще в той России он понимает, Что он написал. Тут вам и теория вероятности, Тут вам и парадоксальность гениального мышления, Тут вам опыт сын ошибок трудных, И тут вам эпоха просвещения, Дух, который Пушкин предвидит, Он предвидит наш дух просвещения, Уже наш, Не вольтеровский, Не русольский, А именно наш. Он говорит о гигантском взлете Духа просвещения, И открытиях, Открытиях чудных, И ошибках трудных, И парадоксальности мышления гения. Вот вам диссертация, да? Гениальная книга. Вот просто издать книгу из этих строчек, На каждой странице написать диссертацию По этому поводу, Как Пушкин это сделал, И откуда он это знал, И как он это все описал. Другой пример пушкинской диссертации. Задолго Дейнштейна с его точкой отчета, Помните это замечательное крохотное стихотворение Пушкина? «Движения нет», — сказал мудрец бродатый, Другой смолчал и стал при ним ходить, Сильнее бы не мог он возразить, Хвалили все ответы замысловаты, Но, господа, забавный случай сей, Другой пример на память мне приводит, Ведь каждый день пред нами солнце ходит, Однако ж прав упрямый галилей. Пушкин говорит о точке отчета Об относительности движения. Так запросто, спокойно, естественно. Таких диссертаций русская поэзия Знает неимоверное число. И вот сейчас я только что повторил И обращаю ваше внимание На четыре строчки Пастернака. Не потрясения и перевороты Для новой жизни очищают путь, А откровения, бури и щедроты Души, воспламененные чьей-нибудь. Вот это прямой путь к Никола Паганини. В чем дело? Что за роль Паганини В истории европейской культуры? Все очень просто. Мало того, что Паганини, конечно, Гениальный актер, гениальный скрипач, Гениальный композитор. Он оказался той столбовой личностью, Которая воздействовала на все Последующее искусство. И в наших следующих программах Мы будем именно об этом говорить. Мы будем на это обращать внимание. Мы будем этим заниматься. И сейчас я попрошу вас просто услышать Первые семь с небольшим минут Первого скрипичного концерта Паганини. Начнет играть оркестр. И вам покажется, А при чем здесь скрипичный концерт? А где скрипач? Нет скрипача. На сцене оркестр. Полновесный. Полноценный. И это уже не просто вступление К скрипичному концерту Паганини. Это увертюра какой-то грандиозной мистерии, Которая произойдет. А в чем смысл мистерии? И так на сцене оркестр. Он играет в полную силу. Одна за другой прекрасные мелодии, балы, Какое-то невиданное развитие музыки, Колоссальной силы. А потом появляется Паганини. Скрипач. С маленькой скрипкой. Вот этот худой, с длинными пальцами, Как его называл Мандельштам. Об этом мы будем дальше в следующих программах говорить. За Паганини длиннопалым бегут цыганскую гурьбой. Вот длиннопалый выходит. И оркестр превращается в обыкновенную гитару. Начинает аккомпанировать. И так подряд, подряд. А Паганини начинает такое. А впрочем, слушайте. Вот слушайте. Что сделал Паганини? Что произойдет в эти семь минут? Один человек противопоставил себя социуму. Социум говорит. Он сильный, он многоголосный, он активный, он открыт. Это напоминает великую увертюру Россинь, Моцарта. То еще и Верди будущего. Уже слышен Верди во всем этом. Уже прямо сцена открывается. И вдруг, когда открывается сцена, не декорации. Нет. Появляется он. Гений. Одиночка. Он. Паганини и играет. Вот теперь, слушайте, кстати, исполнять будет наш гений Леонид Борисович Коган, который когда-то сыграл роль Паганини-скрипача в многосерийном фильме. Ну, слушайте, слушайте. Первый ремажорный концерт Паганини. Первые семь минут. Первый ремажорный концерт Паганини. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 В Бельгии в Казахстан! Добро пожаловать 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 в Казахстан! То есть все! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!